Всем привет! Я Вика Виноградова, это канал Рецепты для Лентяев. Я решила снять ролик для тех, кто по будням работает. И по вечерам практически не остается времени на какую-то большую массивную плодотворную готовку. Зато при этом всем есть время выходной день выделить 2-3 часа, сделать заготовки, заморозить. И потом на 2 недели вообще забыть про какие-то длительные приготовления. При этом блюдо я подбирала так, чтобы это было выгодно еще и по деньгам. Взяла 2 кило фарша, брала смесь говядины и свинины, килограмм крылышек, часть я замариную, чтобы потом можно было обжарить, часть пойдет для основы супа. Взяла 750 грамм куриного филе, тоже часть пойдет на суп, а часть для другого блюда. Купила 200 грамм моркови, полкило сладких перцев, взяла большую банку томатного соуса, здесь 400 грамм, он пойдет сразу в 4 блюда. И еще пару позиций по мелочи. На все про все у меня ушло 2500 рублей. Какие-то продукты типа лука, специи, панировочных сухарей, там пары яиц, это все у меня было, я это не стала включать в общий список. Но в принципе, если это тоже докупать, там сумма итоговая сильно не увеличится. Я хочу сразу сделать небольшую заготовку, которая пойдет в несколько блюд. Нужно приготовить зажарку из лука и моркови. У меня тут 2 крупные луковицы и 200 грамм натертой моркови. Обжариваю до золотистого цвета и пока откладываю в сторону. Еще нужно нарезать перец на небольшие кубики. Он тоже пойдет в несколько блюд, хватит 3 перчиков. Делю куриные крылышки по суставам. 18 крылышек откладываю для маринования, остальное пойдет на суп. Сюда же к супу отмеряю 150 грамм куриного филе и режу на кусочки. У крылышек для супа сразу убрала кожицу и отделила основные куски мяса от костей. Всего у меня получилось около 450 грамм для супового набора. На этом заготовки, которые пойдут сразу в несколько рецептов, закончены. И теперь уже можно приступать непосредственно к готовке самих рецептов. Для начала я предлагаю распределить 2 килограмма фарша. Берем 600 грамм фарша, солим, перчим, добавляем перец чили, паприку, несколько ложек томатного соуса, консервированную кукурузу и консервированную фасоль, где-то по 150 грамм каждый, один сладкий перец, перемешиваем и раскладываем по пакетам. Можно все разложить по зип-пакетам, либо воспользоваться вакууматором. После разморозки все, что останется сделать, это переложить вот эту массу на сковородку, добавить чуть-чуть воды и потушить где-то минут 30-40 под крышкой на медленном огне до готовности. А при подаче, когда уже разложите по тарелкам, добавьте туда немножечко сметаны, ложечку так сверху, как в супчик, например, кладете, а чуть-чуть тертого сыра и зеленушки. Получится очень вкусное такое-то чилийское блюдо. По идее, оно делается острое, и если у вас есть желание, если вы прям любите остренькое, то вместо сладкого перца сюда можно было заранее нарезать остренький перчик какой-нибудь чили. Либо можно, например, к томатному соусу добавить чуть-чуть шрирачи, либо какого-то такого другого тоже острого томатного соуса. И вот, чтобы такое было более остренькое блюдо, прям по-настоящему чилийское, как раз очень такое хорошее согревающее блюдо получится для зимнего нашего периода. А дальше немного полезной информации для тех, кто постоянно занимается такими заготовками и зашел на этот ролик для того, чтобы найти какие-то новые рецепты. Мне прислали на обзор вот такой вакууматор SunKit Silmi S60. В принципе, как я уже говорила, можно пользоваться обычными зип-пакетами для хранения, но если вы часто делаете заготовки, то стоит рассмотреть покупку вакууматора. Потому что благодаря тому, что из пакета полностью откачивается воздух, срок хранения продуктов увеличивается до пяти раз. Продукты не подвергаются воздействию кислорода и бактерий, лучше сохраняют вкус, запах и полезные свойства. А также во время хранения не смешиваются запахи, не происходит высыхание и обморожение, не намерзает наледь. У моей модели вакууматора два режима – автоматический и ручной. Ручной подходит для мягких продуктов, либо если в заготовке присутствует жидкость, например, маринад. Модель достаточно компактная, пользоваться очень просто. В комплект входят вакуумные пакеты. При помощи резака отрезаем нужную длину пакета, укладываем один конец на запаивающую ленту, закрываем крышку и нажимаем «Запайка». После открываем крышку, укладываем в пакет заготовку, открытую часть пакета помещаем в углубление вакуумной камеры, выбираем, какой у нас тип продукта – сухой или влажный. Если у нас сухие продукты – жмем «Вакуум». Аппарат откачает воздух и сам запаяет пакет. Если мягкие продукты или с жидкостью – используем ручной режим. Жмем «Пульс», чтобы откачать воздух так, чтобы жидкость не дошла до места спаивания. И потом запаиваем пакет. Еще есть специальный шланг для вакуумирования зип-пакетов и контейнеров. Зип-пакет тоже входит в комплект. В общем, пользоваться вакууматором достаточно просто. Я разобралась очень быстро. Заказать можно на Озоне, и ссылку на мою модель я оставлю в описании под видео. А дальше возвращаемся к заготовкам. Для следующей заготовки берем 600 грамм фарша, добавляем соль, перец, треть от зажарки, которую мы готовили, одно яйцо, один сладкий перец и рис, сваренный до полуготовности. Я брала полстакана промытого риса, варила в подсоленной воде. Как только вода закипела, я отмерила 10 минут, выждала и убрала с огня. Все хорошенько перемешиваем и формируем колобки. Я сделала 12 колобков весом по 106 грамм. Раскладываем их на поддон, накрыв пленкой. Как заморозится, можно будет переложить в контейнер, чтобы они занимали меньше места. После разморозки такие колобочки выкладываем либо на сковородку, либо форму для запекания. Заливаем смесью из воды, сметаны и томатного соуса. Я обычно эту смесь готовлю на глаз, ну, примерно где-то на 200 грамм воды, по 100 грамм сметаны и 100 грамм томатного соуса. Либо еще, кстати, можно вместо сметаны взять майонезик, а вместо томатного соуса можно взять кетчуп. Заливаем этой смесью колобочки, и если мы на сковородке готовим, то это будет минут 30 тушиться, если в духовке, то минут 40 запекаться. Еще можно из фарша сделать, например, пасту болоньеза. Снова берем 600 грамм фарша, обжариваем несколько минут. Солим, перчим и добавляем треть зажарки. Несколько ложек томатного соуса. Можно добавить немного сушеного чеснока и молотого базилика. Подливаем немного воды и тушим еще минут 10 до готовности фарша. Ждем, когда заготовка остынет и раскладываем по пакетам. После разморозки все, что останется, это просто разогреть вот эту заготовку, потому что она уже полностью готова. И пока она будет разогреваться, отварить к ней, например, макарошки. Получится такая классическая паста болоньеза. Но либо вместо макарон также отлично подойдет и картофельное пюре, и вареная гречка. Можно и рис взять, и получится прекрасный такой вот обед с гарниром или ужин. И еще я решила сделать пиццу, потому что вот чем она хороша, можно взять все, что завалялось в холодильнике, какие-то остаточки, и туда прекрасно это все пристроить. У меня как раз осталось немного грибов, бекон, маринованные острые перчики, плюс есть томатный соус и 200 грамм фарша остаток. Для основы я взяла уже готовую замороженную лепешку. У меня она вот такая прямоугольная для римской пиццы. Либо можно взять готовое слоеное тесто замороженное, его немножечко раскатать, и также на нем сделать пиццу будет прекрасно. Можно взять другие варианты. Там есть, например, готовое тесто для пиццы, продается в шариках, его тоже только раскатал, и использовать можно. Есть круглые, естественно, основы. Ну, либо, если есть желание, естественно, можно замешать тесто сами. В принципе, это тоже не очень долго. Смазываем основу томатным соусом и раскладываем все, что лежит в холодильнике и требует куда-то себя пристроить. У меня пицца будет мясная. Укладываю остатки бекона. Сверху фарш. Хватит где-то грамм 100. Один помидор, несколько грибочков, немного острых перчиков и грамм 50 тертого сыра. Накрываем пленкой и убираем в морозилку. Как она немножечко подмерзнет, ее также можно убрать в пакетик, чтобы она подольше хранилась, чтобы все было аккуратно. Чем хороша? Тем, что как раз получается, во-первых, на свой вкус это все делается. Кто что любит. Начинки гораздо больше, чем в магазинных пиццах. Ну и очень удобно, когда хочется чего-нибудь такого вредненького, какого-то фастфуда. Вместо того, чтобы заказывать доставки, спокойненько взяли, разогрели, либо в духовке, либо в микроволновке. И красота! С фаршем мы на этом закончили. И дальше приступаем к курице. Для начала соберу заготовку для супа. В отдельный пакет помещаю один сладкий перец и треть зажарки. Во второй пакет отправляю нарезанное куриное филе и несколько крылышек. Все, что потом останется, собственно, взять кастрюльку, налить водички, туда куриное филе, поварить это все до готовности, посолить, поперчить, добавить зажарку с овощами, вот с перчиками. И можно добавить или лапшу, например, какие-нибудь звездочки, или чечевицу, чтобы суп был более сытный. По крылышкам. Основную часть я хочу зажарить и при этом сделать их остренькими. Так что для маринада беру молотый острый перец, паприку, чесночок, соль, черный молотый перец, томатный соус и немного горчицы. Соус и горчицу я все это беру на глаз. Примерно 2-3 столовые ложки томатного соуса и где-то чайная ложка или пол чайной даже ложки горчицы. Перемешиваю и отправляю в пакет. А после разморозки их можно будет либо на сковородочке обжарить, либо запечь в духовке. Еще у нас осталась часть куриного филе. Там я 150 грамм брала на супчик. И 600 грамм у меня еще осталось, чтобы сделать какое-нибудь блюдо. Филе солю и перчу с двух сторон. Добавляю сушеные прованские травы, куркуму, паприку и сушеный чеснок. Растираю специи. Филешку сперва обмакиваю в яйцо, а потом обваливаю в панировочных сухарях. И все это убираю по пакетам. Причем желательно положить филешки так, чтобы они не соприкасались друг с другом, чтобы потом во время заморозки они не прилипли. А после разморозки просто все это на сковородку. И сначала на сильном огне, где-то минутку другую с двух сторон до золотистого цвета. И потом еще минутки 2-3 на умеренном огне, просто чтобы дошло до готовности. Что касается объема заготовок, у меня вот морозилка самая обычная, небольшая. Кроме колобочков, здесь все остальное довольно компактное и не требует большого места для хранения. По времени у меня на все про все ушло 3 часа 5 минут. Я прям специально засекала. И то, это вот как раз с учетом того, что я сама себя снимаю на камеру, соответственно, я периодически бегаю, чтобы камеру куда-то переставить, там от стола к плите и обратно. Ракурс поменять, там свет где-то поправить, чтобы все это в кадре у меня было, в фокусе слежу. То есть, это все равно отнимает какую-то значительную часть времени, если это тут беготня. А в целом, так вот, если даже не особо спеша, за 2-2,5 часа вполне можно спокойно это все сделать. И потом, две недели у вас вообще голова не болит, что готовить на обед, на ужин. В принципе, вот на семью из двух человек вот этого запаса точно хватит на две недельки. Ну, естественно, если семья побольше, то недели-полторы, неделя, смотря сколько у вас человека, какой у вас аппетит. Вот такой получился ролик. Надеюсь, был интересен. Мне было интересно делать заготовки. Правда, я теперь очень рада, что у меня много-много всего теперь в морозильничке лежит, ждет своего часа. Это всегда прекрасно. Если ролик вам понравится, будет много просмотров, обязательно буду снимать продолжение. Так что пишите об этом в комментариях, как оно вам, такой формат. А у меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели. Хорошего настроения. Всем пока!